Добрый день, дорогие партнеры! Сегодня я хочу вам рассказать о новом продукте компании Magix System, который я хочу применить именно для нас, для компании GRS, для того, чтобы вести видеоконференции. Вот так как вы прекрасно знаете, что сейчас со скайпом довольно-таки сложно работать, и связь не очень хорошая. Если собирается более 6-7 городов, уже довольно-таки сложно все это. И вот я хочу испытать эту систему, и дашь Бог, что она нам очень хорошо поможет, и мы будем работать с ней. Вот так, сейчас я начну действовать дальше. Так, ну, дорогие друзья, давайте продолжим. Я сейчас видео отключу, чтобы оно не мешало, и расскажу вам маленько подробно, но все это очень быстро, как создать нашу комнату, в которой будут проходить конференции. Это, конечно, необязательно для всех партнеров, но, может, для тех, кто будет именно этим заниматься. Делайте вот так вот, создать. У вас появилось создание новой комнаты, название комнаты. Название комнаты вы можете, ну, просто любое ввести. Ну, допустим, GRS Company делаем так. И тема, ну, тему тоже, ну, сегодня, пусть у нас сегодня такая она конференция, как бы, как раз мы ее изучаем. Конференция, так. Дата начала, тоже можно любое число, пусть мы на завтра делаем 16-е. Время, ну, время в 10 часов, как обычно, да. Вот оно происходит в это время у нас, конференции, такие наиболее важные делаем. Все, комната у нас создана. Осталось вот только добавить, и она у нас появится, сразу появится в наименованиях, в списках комнат. Для того, чтобы мне войти, как главному модератору в эту комнату, я просто могу нажать вот эту вот стрелочку зеленую, войти как модератор, и все. Для того, чтобы не пригласить своих партнеров, наших партнеров, я должен вот скопировать эту ссылочку. Копирую эту ссылочку и отправляю ее, ну, нашим партнерам, допустим, по скайпу. Вот так вот делаешь, отправить. Человек получает, копирует ее и вставляет в свой браузер, в свой браузер именно, ну, именно в строку, которая вот для адресов. Вот вставляете, нажимаете, вот, все, идет загрузка. Это у меня пошла загрузка сразу, как я модератор. У вас же появится сначала окно, куда вы ведете свои данные, фамилию, свой город, ну, и там нажимаете. Вот, если будет пароль, значит, надо будет ввести пароль. Все, минут, секунд 30 мы ждем, и наша комната должна будет загрузиться. Так, вот сейчас комната загружается. Вот так она выглядит. Ну, это она выглядит у меня, так у вас не будет вот этих инструментов, которые нужны модератору, чтобы он мог рассказывать, показывать. Также вот не будет снизу вот этой, будет вот снизу чат. Вот такой чат, вы его щелчите на него, он появляется у вас. И снизу такое есть окошечко, куда вы будете то, что вы хотите ввести. Ну, привет, друзья, допустим, да? Делаете. Ну, вот можно сделать, конечно, вот такую штучку поставить. Делаете и отправить. Все. Вас видно, вы поприветствовали друг друга. Если не нужно, можно вот так убрать, чтобы не мешал. Так, теперь. Ну, модератору, для того, чтобы вы видели и слышали, нужно сделать вот сначала вот это. Я хочу сделать мое видео и аудио общим. И появляется такое окошечко. У вас такое окошко тоже появится. В том случае, если вам модератор, допустим, или я главный модератор, ну, сделаю, дам такое добро, чтобы можно было вас видеть и слышать. Так, что делаем мы с этим окошком? Вот видите, написано аудио, видео. Здесь можно выбрать, чтобы было вас видно и слышно. Дальше. Выбираем камеру. Камера та, которая вас снимает. Микрофон выбираем тот, который вы говорите. Ну, и разрешение камеры тут, конечно, разрешение камеры выбираем уже, как бы, произвольно. Ну, зачем вот нам такое, да? Такой экран большой. В принципе, он не нужен, только мешать будет. Просто выбираем, уж по умолчанию, какое стояло, такое, пусть оно и стоит. Все, здесь ничего не надо, не начинать запись, ничего. Просто переходим уже в конференции. Появляется у нас такое окошечко. Параметры Adobe Flash Player. Очень важно отметить в нем разрешить. Если вы это не сделаете, значит у вас ни видео, ни звука, ничего не будет. Делайте вот так разрешить. Все. Видите, я появился в окошечке в этом. Теперь это окошко вы можете в любое место передвинуть. Также вы сможете сделать его вот так вот маленьким, минимизировать и видеть. Если вы захотите видеть, опять делайте вот так. Все партнеры у нас появятся вот с этой стороны, вот внизу вот здесь. И любому из них, я как главный модератор, смогу дать слово. То есть сделать его модератором. Допустим, вы готовитесь провести встречу, чтобы дать урок. Я делаю вас модератором, и вы полностью, в общем, хозяин вот этой комнаты. Можете делать все, дать слово человеку, отключить его, подключить всех людей. Подключить все микрофоны, которые будут в раз включены, для того, чтобы мы, допустим, кого-то поприветствовали, похлопали, покричали. То все будет, все это будет нормально сделано. Так, теперь, для того, чтобы нормально нам участвовать в этом, в этом, в этой конференции, нам нужно загрузить какие-то файлы, да, допустим. Ну вот, я загружу со своего компьютера, выбираю файл, допустим, бизнес Михаил. Все, он выбрался, я должен нажать на «Чать», чтобы он уже загрузился именно в нашу комнату, чтобы любой человек мог работать с моими файлами. Я имею в виду не любой человек, а любой модератор, которого права модератора. Также вот в этом, в этой комнате у нас есть доска. Вот такая доска, на которой можно рисовать, можно чертить, все, что вы хотите. Вот, допустим, стрелочки такие, или там изображения какие-то. Ну, вот так вот, да, как у нас там принято. Так, чего, полоски, ну, в общем, все, рисовать и так далее. Все это может человек, который будет нам делать урок, проводить нам уроки, он может все это вот показывать, чтобы мы уже поняли все, как надо так конкретно понять это. Так, доска, вот здесь доски можно сделать не одну доску, а две доски, или три, или четыре. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы человек, который будет нам вести конференцию, он мог, допустим, не быстренько перейти от одной доски в другую доску. Чтобы, допустим, на одной доске у нее что-то нарисовано, ну, вот так вот, да, чтобы это не стирать, переходит на другую доску, делать что-то еще другое там. Так, примерно. Так, вот сейчас загружается документ мой. Вот, все, появился документ. Вот видите, на одной доске вот этот документ, да, допустим, на второй доске вот эти вот штучки. Это все можно стереть, можно полностью все стереть, можно отдельно, вот так выбрать. Выбрали вот так, раз, уничтожили, все, ничего нету. Так, вот на этой доске нас вот. Вот видите, это я со своего компьютера загрузил, так. Так же модератор может заранее подготовиться и со своего компьютера все загрузить в эту комнату, чтобы нам потом показывать. Ну, если эту картинку вам плохо видно, или она маленькая, да, вот с правой стороны здесь есть такое окошечко, где можно отрегулировать, меньше сделать или больше, как вам будет угодно, как будет лучше видно. Вот так вот. Все это делаете, ставите, и можно уже смело работать. Так, ну что, основное, я, конечно, уже все вам рассказал. И там уже по ходу дела, когда начнем работать, если что-то, и дай бог, чтобы она у нас, система это как следует, работала. И потом уже, ну я мало что знаю еще об этом, вы тоже знаете мало что. Ну я надеюсь, что мы вместе с совместными усилиями добьемся того, что эта комната будет у нас работать, будет приносить нам пользу. Ну, 25 городов мы уже сейчас вот на данный момент сможем подключать. Все это, как я говорю, очень легко и быстро, лишь бы связь была хорошая. Ну, что я вам хочу пожелать, хочу пожелать, чтобы вы с Новым годом от первых наступающих, голдов вам, хороших продаж, ну и всего вам самого хорошего. До свидания, надеюсь, на скорую встречу.